На ячьей ферме, созданной в рамках пилотного проекта в горной местности Лачинского района, за период супоростности родились 33 теленка, которые были зарегистрированы. По информации Министерства сельского хозяйства, продолжается процесс адаптации яков и новорожденных телят к местным условиям. Животные, пасущиеся на открытых территориях, где температура воздуха не превышает 20 градусов, быстро приспосабливаются к новой среде. Одной из основных особенностей тех порнокопытных является то, что они выращиваются на естественных пастбищах, без специальных кормовых рационов. Воняние яков развито лучше, чем у других животных, и яки очень легко находят растения под снегом на глубине 10-20 сантиметров. Телята находятся постоянно под наблюдением ветеринаров. Они осматривают животных, фиксируют их прибавку в весе, скорость роста и поведение при изменении климата. Параллельно идет их идентификация и регистрация. Планируется и дальше регистрировать новорожденных телят. Также на территории проводятся мероприятия против эктопаразитов. В то же время мы постоянно информируем работников о биологических особенностях и способах содержания этих животных. Первые 100 голов яков для создания в Азербайджане специализированной мясной фермы были завезены в декабре прошлого года из Кыргызстана. Перед этим кыргызские эксперты посетили Кельбайджар и Лачин, где провели мониторинг территории. Для перевозки животных на воздушном транспорте были подготовлены специальные клетки. Из Баку яки были доставлены в заранее определенные зоны в Лачинском районе. Сейчас они проходят период адаптации и находятся под контролем специалистов. Охота на животных на этой территории запрещена. Мы продолжаем наблюдения на созданных экспериментальных фермах на пастбищах в Лачинских горах. Процесс адаптации яков отвечает нашим ожиданиям. В хозяйстве завершен процесс размножения. Для нас это положительные результаты. В настоящее время мы наблюдаем, как адаптируются к местности новорожденные телята. Как новорожденные, так и привезенные животные очень быстро привыкают к новой среде. Лачинская зона богата травяным покровом. Притом, яки очень требовательны как к еде, так и к воде. Они всегда ищут чистую воду. Наблюдая за поведением животных, мы можем сказать, что территория для разведения яков выбрана правильно. Продолжение следует...